Привет! Кремль выдержал театральную паузу и впервые прокомментировал возвращение Навального. Хотя событий уже было очень много, это уже не возвращение, это уже осуждение главного российского оппозиционера. Почему главного? Потому что других здесь нет. И позиция проста и очень мне напоминает слова и действия, которые были сделаны во время вторжения в Украину. У нас гибридная война с Россией, хотя на этой гибридной войне люди погибают по-настоящему. Собственно, эта же гибридная война объявлена Алексею Навальному и его сторонникам. Я думал, как же подать и как же представить вам это видео и решил, что, наверное, в связи с тем, что это топ-тема во всех мировых СМИ, в том числе на Западе, а, как известно, Украина-ЦЕвропа, решил вам показать конференц-кол полностью, который, естественно, был посвящен во многом делу Алексея Навального. Здесь ответы на такие прекрасные вопросы. Насколько влиятельный Навальный в России? Как сильно Путин боится Навального? И вообще, как так получилось, что Путин отправил Навального в Комму в Берлин, а ФСИН возбудил уголовное дело за то, что он нарушил правила отбывания условного наказания? Пока, как ситуация развивается, что-то мне подсказывает, что на Алексею Анатольевичу грозит реальный срок. И вполне возможно, что его не выпустят по истечению 30 суток ареста. В общем, смотрите, делайте выводы, потому что, понимаете, в чем дело? Когда рассуждают здесь о Навальном, почему-то вдогонку идут вопросы о таких прекрасных деятелях прошлого, которые возглавляли НКВД Генрих Ягода и, да, Берия. В общем, с вас подписка, а с меня, как всегда, соблюдение одного простого правила. Мы здесь называем вещи своими именами. Вот. Какие есть у вас вопросы? Конечно. То есть, вам позвольте, Владимир Сергеевич? Да, пожалуйста. В международные СМИ и сам Алексей Навальный считают, что Владимир Путин боится Алексея Навального, поэтому он был так быстро арестован, причем, ну, как некоторые считают, с некоторыми нарушениями, по словам юристов. Что в Кремле на этот счет считают? Ну, смотрите, это, конечно же, полная ерунда. Вообще, в целом, абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИНа были и остаются претензии. Было нарушено определенное правило. Вы знаете, что, собственно, вот статистика говорит, что где только 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушение правил условного срока. И 18 тысяч раз применялись определенные меры за последние три года. Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда. А вот эти 18 тысяч раз, каждый раз это было вот с таким полицейским сопровождением многочисленным? Да, конечно. Искали людей, сопровождали. Да, по-разному. Ну, слушайте, по сути, если кто-то где-то нарушает порядок, то, соответственно, полиция принимает меры по наведению общественного порядка. Навальный еще призывал людей выходить на улицы со всем происходящим. Как в Кремле расценивают такой призыв? Ну, тревожные призывы. Тревожные призывы. Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному. То есть в Кремле опасаются массовых протестов? Нет, не опасаются. Еще. Евронию, позволите? Да, пожалуйста. Представители многих западных стран обратились к России с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Эминский интернешнл признал его узником совести. Некоторые страны призывают вводить санкции. Как в Кремле могут это прокомментировать? Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнение российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться. И не намерены прислушиваться к таким заявлениям. Вместе с тем мы по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином. Дмитрий Сергеевич, Самолик Роман, агентство УНИАН. Можно вот такой вопрос уточнить? Все-таки Навальный не отмечался в полиции, потому что был в Берлине, а в Берлине его отпустил Владимир Путин лично. Нет ли тут какого-то противоречия, что это все-таки было сделано с санкцией президента Российской Федерации? Ясно. Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов в СИМ ему не задавал. И проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того, как непосредственно госпиталем Шарите было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились. То есть тут претензия, что он после выхода из комы сразу не вернулся в Россию? Это же не сразу же после этого. Вы знаете, что было сделано заявление госпиталем Шарите, где говорилось о том, что у него нормальное состояние здоровья, о том, что пациент выздоровел. Он достаточно долгое время находился на реабилитации, Стасимин. Нет, я говорю о конкретном заявлении госпиталя. Оно доступно для всех, вы можете ознакомиться с ним. Его адвокаты также говорили, что они получили от Шарите письмо о том, что он проходил реабилитацию до января. Понятно. Они будут вольны использовать эти материалы в ходе судебного разбирательства. Позвольте еще одно дополнение. Владимир Путин часто тоже подчеркивает, что Россия – это правовое государство. Однако судебное заседание, которое прошло вчера, вызвало достаточно много вопросов. Вместо проведения самого слушания до самой процедуры. Как такие заседания в полицейских участках соотносятся с понятием правового государства? Вы знаете, первое, конечно, я вам рекомендую все-таки обратиться в суд. Обратиться в суд за разъяснениями. Но единственное, что могу сказать, потому что это не моя прерогатива все-таки давать детальное разъяснение на этот счет. Но единственное, что я могу вам сказать, что все мы знаем, что последние несколько месяцев, более чем несколько месяцев, все суды работают в особом режиме, связанном с ковидом. А какие особенности этого режима и как это реализуется на практике? Лучше вам спросить все-таки непосредственно в суде. Дмитрий Сергеевич, добрый день, Антон Жулнов. Позвольте, тоже вопрос. Да, вы много раз говорили, что для Кремля фактор Навального не является чем-то существенным. Но, тем не менее, это возвращение его в Россию, огромное количество просмотров в соцсетях, обсуждений. И все каналы, которые это транслировали, у них огромное количество рейтингов, просмотров и так далее. Как в Кремле все-таки могут прокомментировать популярность Алексея Навального и его рест сегодня? И в России, и в мире. Вы знаете, мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и все. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету. Не думаю, что мы нуждаемся в каких-то детальных, дополнительных рассуждениях по этому вопросу. Дмитрий Сергеевич, разрешите от их Москвы пару вопросов? Да, конечно. Может быть, даже не столько по теме Алексея Навального, сколько по судебной системе и по соблюдению прав. Дело в том, что как раз тот судебный протест, который сегодня уже упоминался, он проходил под портретом Генриха Ягоды, что выглядит, конечно, в определенном образом символично. Как президент к этому относится? Насколько ему нравятся такие ассоциации, которые, в общем-то, сам российский суд и система министерства внутренних дел вызывает у тех, кто за этим процессом наблюдает? Вы знаете, я не думаю, что предпрезидент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках или в других регионах России. Это первое. И второе, здесь просто, если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в Министерство внутренних дел. Ну, тут скорее для президента интереснее. Это не наш вопрос точно. То есть он не знает, а не видел этого? Нет. Нет, конечно. Просто тут, видите, как новость только что пришла, что еще и статуи Берии будут ставить от Росатома на ВДНХ, и как-то вот тут портрет Ягоды, статуи Берии, все-таки вопрос важный для нашей страны, и поэтому хотелось найти неудет. Это, безусловно, это нужно спрашивать. Это нужно спрашивать. Это ваше прерогатива. У вас есть координаты Росатома, у вас есть координаты полиции. Я думаю, что многим будет интересно это. Поэтому это ваше прерогатива спросить и получить ответ. Спасибо. И если можно, тогда еще один вопрос, который тоже касается прав. Потому что президент, он все-таки гарант сопреждения прав граждан по Конституции. Учитывая такое внимание со стороны других государств и многих людей в России, будет ли президент как-то более внимательно следить за ситуацией именно с Алексеем Навальным, на соблюдением его прав и в судебном процессе, и в результате тех действий, которые осуществляют органы власти и структуры, которые подчиняются президенту, такие как МВТ, прокуратура и так далее? Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Это первое. Права всех граждан Российской Федерации, они гарантируются законами Российской Федерации, надзорными ведомствами Российской Федерации. Безусловно, будет это и в этом случае. Что касается вашей фразы о том, что учитываем какое-то международное мнение и так далее, я еще раз повторяю, мы не намерены учитывать это международное мнение в данном случае. Продолжение следует...